Несмотря на дождливую погоду, трава, валежник, да и деревья за городом уже достаточно сухие. И даже при среднем ветре условия для быстрого распространения огня подходящие. Авиалесоохранные, МЧС и лесники в ожидании. Вот-вот поступит сообщение о пожаре в рамках учений. И похоже, они начинаются. В этот раз дым и огонь искусственные. Рядом населенный пункт. Основной очаг – вот это гора мусора. Пламя обозначено флажками. Первыми возгорания обнаружили сотрудники авиалесоохраны. Они же приступили к тушению. Алексей Кокшаров – лесник. Обычно тушит небольшие очаги, с которыми можно справиться с помощью пожарного ранца. Говорит, самый страшный пожар в лесу – это верховой. Возгорание бывает, как говорится, большой объем. Большой объем тушен. Кто ранцами, кто с пожарки поливает. Жарко. Мы ездили в 77-м квартал. Там тушили. Там вообще жара была. Если верховой идет, ты никак уже не зальешь. Он верхом идет. А так-то внизу, который мы так заливаем. Поскольку рядом дача, на помощь лесникам приехали силы МЧС. Население при необходимости эвакуирует, а дополнительную воду для тушения подадут через магистраль из пожарного водоема. И две цистерны на защиту, на тушение лесного пожара. Еще одна автоцистерна будет прикрывать населенный пункт. Угроза распространения на населенный пункт. На месте работают три единицы техники авиалесоохраны. Во время учений ситуацию создали наиболее сложную. Огонь распространяется быстро. Площадь большая, а дома уже рядом. Такие пожары очень часто проходят. Но в городе Тюмени, Тюменском районе, это очень часто возникает угроза дачным обществам. Дачные общества, которые расположены в сторону Верхнего Бора, очень часто там такие пожары возникают. Практически все дачные общества, они, как правило, расположены в лесных массивах, около водоемов, где имеется сухой камыш. Оценка службам борьбы с огнем удовлетворительна. С задачей справились. Пожар потушен. В этом году подобных пока не происходило. По опыту прошлых лет пожароопасный сезон начинается в конце апреля. Алексей Козлов и Алексей Безделов. Тюменская служба новостей.